здравствуйте друзья утренний вопросик зачитываю мне 25 лет родом я из армении родился живу в маленьком городе с населением около 20 тысяч после школы я полтора года учился в местном институте по специальности финансист вернее не учился а просто посещал вот так затем два года проходил обязательно военную службу в карабахе после возвращения из армии хотел продолжить учебу но только не в этом институте и не в этом маленьком городе хотелось перебраться в столицу ереван так как там больше перспектив и разных программ по обмену студентов если хорошо постараться можно было бы навсегда переехать в какую-нибудь европейскую страну или америку если сильно повезет но так как это стоило денег а у меня их не было вообще получилось так что я следующие три года моей жизни потратила работая в строительстве в дальних российских уголках как и большинство жителей моего города да и не только города а целой армении так как работа у нас городе нет вообще в прямом понимании этого слова в итоге в 24 года я снова оказался в армении с моими немножко накопленными деньгами и мне все еще очень хотелось как-то продолжить оставленную учебу пойти в институт с 18-летними 19-летними было как-то не то я решил пойти на курсы в программирование уже в ереване и попробовать себя войти сфере учитывая что возиться с компьютером мне всегда нравилось и для того чтобы найти работу в этой сфере не нужен диплом сейчас я все еще иду на эти курсы и хотелось бы послушать ваше мнение про то реально ли это стать программистом и быть востребованным в европейском или американском рынке если тебе 25 ты не закончил институт и до этого ты работал в такой отрасли где напрягать мозги вообще не нужно было хорошая формулировка хотелось бы более красноречиво и внятно объяснить мою ситуацию но языковой барьер не позволил надеюсь что все понятно и скоро ответьте заранее спасибо еще хочу добавить что играю в green card и в случае удачи собираюсь посетить вашу школу понятно он пишет с помощью google translate там было написано в этом письме ну давайте посмотрим я когда начал читать письмо вспомнил как мы уезжали из ссср тогда ну надо было пройти интервью в посольстве сша в москве там на статус беженцев и мы бумажечки там сдали в посольстве и ждали когда нам назначат интервью ну и пока суть до дела светлана иногда похаживала в ту сторону посмотреть что там происходит а там стояли большие очереди и в основном но скажем так существенное большинство людей которые проходили интервью это были армяне бакинские в основном вот со всеми этими событиями и почему-то даже вот трудно сказать почему так было устроено но им не давали статус беженца особо а им давали статус пароль который в общем-то не не намного хуже но но все-таки вот почему-то им не давали беженцев кому-то давали кому-то нет в основном нет но этот статус позволял приехать в сша жить работать там green card а потом было и так далее там может быть там были какие-то ограничения но но в общем это был неплохой статус так вот я просто чему говорю что парню как бы по возрасту не повезло то есть он мог бы был бы старше там на на 25-30 лет да значит он давно бы уехал если бы хотел а в соединенных штатах очень много армян и они живут такими общинами сплоченными компактно очень часто проживают в лос-анджелесе очень много фресно у нас тут есть город глиндейл из такой город то есть я просто думаю о том что вот как то он не попал в ту волну а теперь что получается теперь у него есть надежда какая-то на green card лотерею но вот это безденежность понимаете но даже с green card лотерея если вдруг он завтра выиграл он все равно должен иметь какие-то деньги не только там визу получить но его в конце концов ему долететь нужно его на первое время там что-то нужно ну что он там с пятидесят вторыми прием поэтому как бы тотальное безденежье это проблем я я не хочу сказать что эта проблема там конкретно в нем дело то что при том что среди нас есть люди которые такие прорывные по характеру и все-таки мало есть такие люди они в разных обстоятельствах даже в сложных умудряются как-то прорваться там процарапаться пробиться и потом вот часто говорят вот можно же вот вот посмотри его можно же не каждый может и даже не то что не каждый а вот скажем там 85 процентов 90 процентов так не могут поэтому я почему так потому что надо ответить на этот вопрос потому что он при всей как бы такой простоте ситуации в общем то такой очевидный он представляет интерес очень большого количества людей которые вот говорят если перни green card лотерея то этого и не знаю как метода другого способа и нету вот такая история теперь насчет его образования и курсов компьютерных с одной стороны конечно это такая область в которой настолько не хватает людей что можно например не имея высшего образования но будучи в состоянии что такое делать уже можно иметь работу я хочу сказать что вообще компьютерные дела в целом там как бы ну скажем на уровне там клепания веб-сайтов или даже там программирования на каких-то языках высокого уровня а там отсутствует физика вот всякое инженерное дело это приложение физики какому-то какой-то область там строительные дела да там не знаю нагрузки рассчитывают прочность там и так далее там скажем вот я связист соответственно там распространение волн там и так далее инженеры механики значит там другая физика значит инженерное дело это это физика прикладная такая физика теперь и там где есть физика там уходит много времени на то чтобы приобрести профессию и потом еще сколько-то лет чтобы в ней состояться в компьютерных делах ну что вот странички делать мы знаем полно народу которым там 16 17 лет 18 они уже мастера такие прям шлепают все подряд там где отсутствует физика можно быстро подхватить вот в данном случае да мы говорим о вещах где можно быстро научиться тестирование можно быстро научиться я знал людей которые приезжали сюда вот я поню парень был лет 30 20 лет назад было делаем и он из петропавловской камчатского как-то он по турвизе приехал и пришел ко мне в школу играет вот хочу там остаться до рабочую визу получить тогда проще было намного я смотрю на него вроде такой ну энергичный я думаю а чего ему тестировать пусть программирование учить и послал его к приятелю который так вы знаете любовно относился к профессиям программистом когда-то был связистом там радистом а потом стал программировать и я бы посмотрели может его подучим через три месяца парень получил рабочую визу это было 20 лет назад я думаю сейчас может быть сложнее с этим делом но но дело еще в парне тоже и и в профессии все-таки профессии тоже тоже профессия в которой если ты там способны ты можешь там за три месяца разогнаться за три месяца стать инженером-механиком ты не можешь и химиком не можешь понимать математиком ты не можешь а тут вот такая можно сказать opportunity и ход мысли у парня совершенно как бы правильно я я очень согласен с этим то есть он нашел слабое звено в цепочке и говорит образование нет может быть есть такая область где можно без образования можно но если ты хочешь поговорить на тему о том чтобы поработать в европе поработать соединенных штатов и так далее значит либо ты должен обладать какими-то невероятными талантами которые к 25 годам еще вдруг не проявились вот и кроме того как бы сказать люди у которых есть такие таланты если их не развивать в нежном возрасте там и в 17 18 20 там и так далее то ты в 25 уже не нагонишь то есть уже очень много потеряно к сожалению по сравнению с тем как если бы да вот он это время там не научился где-нибудь на мехмате или там на на компьютер сайенс там прикладной математики тогда к сожалению так но если ты хочешь представлять ценность для рынка там европейского американского про европейские детали не знаю там можно ли там работать без высшего образования может быть можно я не слышал никогда вот а в соединенных штатах значит тебе все-таки придется в какой-то момент получить высшее образование с тем чтобы соответствовать так сказать квалифицироваться на на получение рабочей визы теоретически да ты можешь 12 лет поработать и тебе уже да не надо высшего образования но 12 лет это если от сейчас начинать значит это что дает 37 будет парня уже будет жена уже будут дети уже будет ему не до этого и у него и часто денег нет а там что начнется в общем долгая такая история поэтому я бы сказал так иди получай работу ну какой-то тренинг и потом работу вот в той компьютерной области в которой ты там который ты взялся заниматься нормально и скажи себе я должен две вещи после этого у меня два фокуса главных моей жизни первый фокус это профессиональный рост не не профессиональный рост на уровне там три процента в год а профессиональный рост на уровне таких гигантских шагов прорывных приваете прорывных то есть ты к своему тридцатнику должен быть уже чемпионом там того что делать еще чтобы пальцем показывать смотри вот этот вася он вот там поэту вообще такого васи больше нету вот вот это ваша цель с одной стороны с другой стороны вы должны получить формальное образование я надеюсь что работая там войти вы сможете в этом плане правильно нормально развиваться кроме того может быть поработав там годик-другой в армении там ереване да вы уже поедете в россию но не не глухие уголки настроек а допустим в москву или питер и не на стройку а программистам вот я думаю что может быть так она тоже неплохо то есть надо быть в таком месте где сама среда вытаскивает вас на на уровень высокий по сравнению с уровнем как как все вы не хотите быть как все вы не хотите быть в застое вы не хотите сказать говорить у меня вот есть там три тысячи долларов в месяц чего я поеду куда-то или там вот это значит вы ставите высокие цели сверх высокие то есть по максимуму нагрузки которые можете выдерживать если где-то не ну не непруха значит ничего страшного по максимуму каждый человек и свой максимум я скажу что подавляющее большинство людей которые хотели учиться но вот у них не получилось и они там потом 5 6 7 лет работали на стройке где-то там в глухих уголках другой страны значит они так и остались либо в глухих уголках или спились или там ничего с ними случилось я не знаю криминал пошли здесь все-таки человек не не потерял драйв он он хочет учиться он хочет работать он хочет день за там эмигрировать и так далее то есть вот вот этот уровень интереса к тому чтобы что-то делать он дорогого стоит вот с моей с моей точки зрения и он обращается за помощью но в виде совета может быть поэтому я я подумал что надо надо ему ответить и может быть на его примере чтобы другие люди посмотрели ну вот как как фокус как бы поставить правильном месте чтобы результат какой-то был вы знаете вот это правило там 80-20 вот одно из его при приложении говорят что вот если ты правильно приоритеты расставил то двадцатью процентами усилий ты получишь 80 процентов результатов а если нет да тогда получается что ты 80 процентов усилий 20 процентов результат вот вот и вся история поэтому мы сейчас об этом на деле говорим где вот те 20 процентов усилий надо приложить чтобы получить 80 процентов результат так что конечно опыт работы в первую очередь параллельно с этим получить формальное высшее образование и если эмиграция как бы его цель такая профессиональная эмиграция да так получается вот то я бы поразузнал вообще например как там в европе с этим делом можно ли там без высшего образования как работает их система я просто не в курсе сам никогда не сталкивался ну то есть как бы уже точно знать чего ты делаешь в этом направлении потому что если цель такая есть то нам надо ее подчетче представлять тогда твои действия будут лучше работать в этом направлении ну что еще да ситуацию он объяснил внятно вообще если он там пять шесть семь лет работал в россии зачем ему тогда google трассы это даже не знаю но во всяком случае написано довольно грамотно кстати текст такой вполне вполне ничего я я могу сказать что среди людей которые выросли в российской федерации тоже пишут большинство делает гораздо больше там ошибок и грамматических орфографических синтаксических там и так далее он очень очень прилично написал молодец вот значит что тоже на самом деле его характеризует он тщательный он наверное мог бы и так написать но он взял google translate он потратил какое-то время то есть у него безусловно есть встроенные такие качества от рождения которые неплохо бы ему помогли там и войти и может быть в любой другой области что еще меня зацепило в этом письме знаете вот это денежная безнадега вот он родился и вырос в таком месте где вообще жизни нет где все люди работают там выезжают в россию и надо сказать что я вспоминаю советское время и было примерно то же самое то есть может показаться что армения став самостоятельным государством вот как-то не в состоянии создать рабочих мест армения даже будучи в ссср не создает не в состоянии была создать рабочих мест армения грузия азербайджан республики северного кавказа и так далее то ли там у них не знаю рождаемость высокая то ли что не могу сказать но действительно молодняк всегда должен был разъезжаться оттуда и я это хорошо помню что не могу сказать как как это получается вот когда слышу этот разговор про бедность у меня прямо внутри как-то все надрыв какой-то происходит потому что нет ничего нет ничего обиднее чем когда люди живут и у них нет перспективы никакой когда они вынуждены уезжать из тех мест где они родились где выросли где дом родной где семья родители и одно дело когда мы уезжаем потому что мы ищем чего-то такого в жизни вот а другое дело когда просто жить невозможно эти это совсем разные вещи и довольно грустная штука все но не знаю что сказать так что пожелаем парню успехов и и всем нам тоже пожелать нам всем нужны успехи а я приехал на работу и пошел себе счастливо